МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Солнечногорского телевидения информационная программа «Наше время», рассказывающая об основных событиях в городе и районе в студии Юлия Беспалько и сегодня в выпуске. Третий срок. Депутаты Поварова оказали доверие прежней власти поселения. У нас появились определенные горизонты для решения тех задач, которые мы планируем сделать. Дорога к дому. Малыш из детского отделения ЦРБ обрел свою семью. Мы поняли, что это родители, которые дадут ребенку свою любовь, дают, например, в отсток. Предприниматель, книгоиздатель, просветитель. В Берсиневской коррекционной школе хранят память о знаменитом земляке. Для чего он купил такую большую усадьбу? Он всю жизнь хотел облегчить жизнь христианского сословия. Теперь об этих и других событиях более подробно. 23 сентября в Поварово состоялись выборы главы поселения. 14 сентября на территории Московской области состоялись выборы в Советы депутатов муниципальных образований. В поселениях Совет депутатов избирается путем прямых всеобщих выборов, а главы поселений теперь избираются уже из состава сформированного Совета. То есть по новым правилам прямых выборов глав поселений не будет. По такому принципу и проводились выборы в городском поселении Поварово 23 сентября. В ДК Поварово собрались представители вновь избранного Совета депутатов и путем голосования выбрали главу поселения. Единогласно было оказано доверие Андрею Чехомирову. Напомним, Андрей Викторович являлся главой городского поселения Поварово с 2005 года. Новый срок на посту главы будет у него третьим по счету и продлится на этот раз пять лет. Третий срок, он предполагает реализацию всего того, что было наработано за два предыдущих срока. С учетом того, что в администрацию района пришла молодая перспективная команда, которая поддержит губернатор, у нас появились определенные горизонты для решения тех задач, которые мы планируем сделать. Операторы котельной, машинисты насосных станций, электрогазосварщик, лучших работников в сфере ЖКХ района наградили 22 сентября в актовом зале эксплуатирующей компании Солнечногорского района. Подробности в репортаже. В этом году эксплуатирующую компанию Солнечногорского района на областном смотре конкурсе «Лучший по профессии» представляла делегация из восьми человек. Одна из участниц, оператор котельной, с 18-летним стажем Галина Маковская поделилась своими впечатлениями. На такое большое соревнование я первый раз ездила. Очень было волнительно, очень народу было много. Я понимала, что много грамотных и умных людей. Сложно было, я думаю. Благодаря местному отделению партии «Единая Россия» наша команда выделялась на фоне остальных. На спонсорские средства для участников была приобретена красивая форма. От главы района себя лично поздравляю вас с этим участием. И просьба держать также свою профессиональную норму. И всех благ в семье вам. К сожалению, в этот раз солнечногорцам не удалось занять призовые места. Тем не менее, всем участникам областного конкурса вручили поощрительные призы и грамоты. Ведь, несмотря на то, что они не победили в состязании, все равно остаются лучшими работниками ЖКХ района. Татьяна Бауэр, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». 11 педагогов Солнечногорского района будут претендовать на звание лучшего учителя-предметника и учителя начальных классов Подмосковья. Об этом стало известно 23 сентября на совещании в районе администрации, состоявшейся сразу после видеоконференции с губернатором Московской области, членами правительства и главами муниципалитетов. По словам министра образования Московской области, конкурс «Лучший учитель-предметник» и «Лучший учитель начальных классов» проходит в три этапа. Первый и второй уже состоялись, они проходили на уровне школ и муниципалитетов. Отбор лучших из лучших на уровне области проходит с 22 по 26 сентября. Критерии отбора участников. В обязательном порядке уровень учебных достижений обучающихся по предмету. Уровень учащихся в олимпиадах и конкурсах разного уровня по предмету. На региональном уровне, всероссийском уровне и международном уровне. Уровень работы учителя по распространению своего опыта. Конкурс предусматривает 18 номинаций. Победитель получит сертификат на 300 тысяч рублей. От Солнечногория в конкурсе будут участвовать 11 учителей. Это 4 учителя 8-го лицея, 3 учителя школы 2-й, 1 учитель 4-й школы и по учителю сельской школы Солнечной, Тимоновской и Лошковской. На сайте www.concurse.momost.ru организовано голосование. Интернет-портал содержит видеоролики участников. Проголосовать можно за любого кандидата. Спешите отдать свой голос любимому учителю. Голосование закончится 26 сентября в 11 часов дня. Татьяна Баур, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Не так давно в рубрике «Дорога к дому» мы рассказывали о неизвестном 4-месячном мальчике, который был доставлен в детское отделение Солнечногорской ЦРБ. Мы очень обрадовались, когда нам позвонили из органов опеки и сообщили, что мальчику нашли родителей. Сегодня мы познакомим вас с новой семьей малыша. Солнечное телевидение,recисленное телевидение, информационная программа «Наше время». Субтитры делал DimaTorzok Кто там улыбается? Кто улыбается маме? Константин и Ольга живут в Москве. Молодая семья была внесена в базу данных опеки и попечительства Московской области. Там нам случайно совершенно попался Михаил. Мы тебя по фотке как увидели, так сразу поняли, наша будет. Ну и сюда приехали, с местными органами опеки познакомились, нам дали направление и уже в больнице посещали 10 дней. Спустя это время счастливые родители забрали Мишу. Имя мальчику дали в честь отца Константина. Как его увидели, так сразу поняли. Когда свое видишь, на решение не больше минуты уходит. Миша пробыл в Солнечногорской ЦРБ полтора месяца. Привезли его без имени и данных. Первые две недели у мальчика был период адаптации. Этот мальчик, когда к нам поступил, он был, ну можно сказать, что он был такой не очень ухоженный ребенок. Он был крикун, он был кожа, покрытая высыпаниями, атопический дерматит. То есть ребенок, который вот чувствуется, что не получал ласки, не получал внимания. И очень в течение где-то двух недель мы пытались его лаской как-то его немножечко, чтобы он привык к нам, привык к персоналу. Сотрудники детского отделения больницы очень рады тому, что у малыша появилась семья. По их мнению, мальчик попал в хорошие руки. Его взяли и папа, и мама. И очень приятные его родители приходили в течение десяти дней. Они навещали, ухаживали за этим ребенком. Мы поняли, что это, в общем-то, родители, которые дадут ребенку свою любовь, дадут ласку. Персонал больницы отмечает, что мальчик даже похож на своего нового папу. Папа очень обаятельный, очень контактный. И мальчик такой же обаяшка, такой же улыбчивый. То есть это папин сынок, это их ребенок. Будет день счастливый и чудесный самый, если рядом будут папа и мама. А теперь время рубрики «Солнечногорье 85 лет». Эту дату район отметил в конце августа. Сегодня мы расскажем об известном книгоиздателе Иване Дмитриевиче Сытине. Его усадьба располагалась в деревне Берсеньевка, ныне пешковского сельского поселения. Сегодня от некогда роскошной усадьбы с господским домом, прудом и подсобными строениями ничего не осталось. Память об известном книгоиздателе, жившем в этих местах, хранят в Берсеньевской коррекционной школе-интернате. Десять лет назад здесь открыли музей Ивана Дмитриевича Сытина. Заведующая библиотекой и школьным музеем рассказывает. Он родился в глухой деревне Костромской губернии, в семье волосного писаря. Сытины жили очень бедно. В юности старший сын Иван получил образование четыре класса церковно-приходской школы. Трудно представить, что так начинается биография известного предпринимателя, книгоиздателя и просветителя. Судьбу Ивана Дмитриевича кардинально изменил его дядя, который отвез племянника в Нижний Новгород торговать мехами на ярмарке. Прекрасно общался, прекрасно торговал, рекламировал товар, был контактный, общительный, доброжелательный. Он был по-мужски очень привлекательный, подростком, юношей, потому что доверчивый и искренний взгляд, не агрессивности, не того, что называют себя на уме. И дядя хорошо наторговал. Дядя сказал, ты посмотри, у тебя коммерческая жилка. Разглядев бойком мальчики будущего предпринимателя, дядя устроил Ивана в типографию к своему другу Петру Николаевичу Шарапову. Сначала он был на выучке, чистил сапоги, выносил помои, носил дрова туда-сюда. Проходил всяческие проверки, как хозяева. Под ковер клали грошек, заставляли убираться. Если грошек оставался на месте, значит честный человек. Иван проработал в типографии 4 года, вырос до приказчика. Петр Иванович Шарапов стал Сытину наставником, привил ему уважительное отношение и любовь к книгам. Поэтому неудивительно, что когда в 24 года Иван решил открыть свою литографию, Шарапов ему помог деньгами. Первое, что начал выпускать на своей литографии Иван Дмитриевич Сытин, это вот такие лубки. Они представляли собой черно-белые картинки, которые впоследствии раскрашивались вручную. Под ними был справочный текст. Главное достоинство этих картинок, что они стоили очень дешево. Дешевые лубки расходились в народе, как горячие пирожки. И вскоре Иван Дмитриевич открыл свою типографию. Кстати, в музее есть настоящие сокровища. Книги, детская, военная и народные энциклопедии, брошюры и один выпуск газеты «Русское слово». Все это оригиналы, изданные в Сытинской типографии. Это прижизненное издание журнала «Вокруг света». Его Иван Дмитриевич Сытин выкупил, когда оно было убыточным. Впоследствии журнал стал очень популярным. И что самое интересное, этот журнал существует и сегодня. Семья Ивана Дмитриевича была большая. Вместе с супругой они воспитывали 10 своих детей и 8 осиротевших племянников. Встал вопрос о проведении летнего отдыха. Приобрести усадьбу разорившегося князя Невицкого Сытину посоветовал его друг Антон Павлович Чехов. В итоге Иван Дмитриевич выкупил 40 гектар земли вдоль Санкт-Петербургского тракта. Для чего он купил такую большую усадьбу? Он всю жизнь хотел облегчить жизнь крестьянского сословия, крестьянских ребятишек. Живя в Костромской губернии, он видел, что многие крестьяне неправильно, небрежно, неграмотно ведут свое хозяйство. Иван Дмитриевич организовал в усадьбе опытное хозяйство. Он привозил из Москвы агрономов, замерял кислотность почв, закупал новую технику и интересные сорта. Свой опыт он описывал в агрономических журналах, которые продавал по низким ценам, специально, чтобы их могли купить крестьяне. В основном он выращивал то, что пригождалось в крестьянских землях. Он не увлекался экзотическими растениями. На карте, которую нарисовали учащиеся, можно увидеть масштаб деятельности Ивана Дмитриевича. В Берсеневке была оранжерея, ветлечебница, дом для агронома, каретный двор. Сюда семья Сытинах приезжала только летом. Дмитрий Иванович, как очень занятый человек, бывал здесь наездами. Всего 22 лета книгоиздатель провел на своей подмосковной даче, как он ее называл. В 1913 году в усадьбе гостил друг книгоиздателя Максим Горький. Когда он приехал из Капри, это был 13-й год, еще Максим Горький не был таким революционером. Еще только это подготавливалось. Ему было негде жить. Он уже был под наблюдением. Иван Дмитриевич предложил ему здесь пожить. И вот он с конца 13-го года, с декабря, январь, февраль, около трех месяцев, он жил здесь, в усадьбе. В 1918 году усадьбу Сытинах и типографию в Москве национализировали. Сытин стал госслужащим. В усадьбе сначала располагалась колония для беспризорников, потом сельский совет, детский дом и, наконец, конструкторское бюро. В 1983 году господский дом сгорел. Остальные строения не сохранились. В итоге память о знаменитом подмосковном дачнике, книгоиздатели и просветители сегодня хранят в Берсеневской коррекционной школе-интернате. Татьяна Баури, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Танцуют все. Студия современного танца «Капли стерео» открывает новый сезон. Она существует в Солнечногорске уже четыре года. Здесь изучают такие направления, как детская хореография, хип-хоп, брейк-данс, стрип-пластика, стрейчинг, латино, йога, чирлидинг, дэнс-микс, бально-спортивные танцы, сальса и боди-тренинг. Сегодня в школе танца «Капли стерео» занимается более ста учеников. Студией современного танца «Капли стерео» руководит Михаил Кудряшов совместно с группой опытных преподавателей. Образовался коллектив в 2010 году. Ко мне подошла мама Руслана, и я начал преподавать Руслану. Им очень это понравилось. У меня были два ученика моих верных. Потом пришел еще один, Денис еще один. И так потихонечку, постепенно мы начали делать выступления различные. Проработав два года в балете «Тодес», набравшись опыта и идей, Михаил решил открыть свою студию танцев. Преподавателями стали его близкие друзья. Каждый из них профессионал в своем танцевальном направлении. Тут самый лучший коллектив. Мне нравится здесь работать. Я могу здесь развиваться. Во мне видят дальнейшее будущее. Я могу продвигать своих детей по карьерной лестнице и сама учиться чему-то новому. Придя в студию, любой желающий может выбрать для себя наиболее подходящее танцевальное направление и освоить его на высоком уровне. Ты можешь рассказать об этом, свои эмоции любому человеку, любому зрителю, любимому человеку при помощи своего танца. Показать это телом, жестом, даже взглядом. Различная подобная силовая йога, на мой взгляд, более объемная в подходе, так как восстанавливает людей после травм, укрепляет суставы, сосуды, мышцы, сухожилия. То есть здесь подход идет более комплексный и именно через силовую йогу, по крайней мере для меня, можно решить достаточно большое количество проблем человека. Членам коллектива предоставляется возможность помериться силами и друг с другом. Кроме того, студия Каплистерио активно участвует в различных танцевальных состязаниях, конкурсах и фестивалях всероссийского и международного уровней, занимая призовые места. То есть выходишь, танцуешь, оттанцовываешь и судьи выбирают. Там я тоже занял первое место. Так что дети тоже выступают, ездят на различные соревнования. Здесь мы проводим тоже различные так называемые батлы среди учеников. То есть дети развиваются, выступают. Вот у нас вот уже это все кубки, медали, все это заработанные честным трудом, кровью и потом. А пока дети осваивают искусство танца, родителям, ожидающим их, в студии тоже найдется занятие. Это силовые тренировки, при помощи которых вы подтянете, прокачаете мышцы. Тренировки проводятся как силовой нагрузкой, так и по работе с собственным телом. Если и вы хотите присоединиться к этому дружному творческому коллективу, получить подробную информацию можно по телефону 8-985-926-8975 или в социальной сети ВКонтакте. Адрес странички на ваших экранах. Расположена студия по адресу улица Красная, 180. Суни, танцы, гады, зелё! Кристина Верхотина, Евгений Кормилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Спасибо. И это всё на сегодня. С материалами выпуска можно ознакомиться на интернет-сайте www.soln.tv.ru. Телефон нашей редакции 64 65 95. Звоните. Вас впереди ещё ждёт прогноз погоды. Я на этом прощаюсь. Желаю всего доброго и удачи в нашем канале. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова